приветствую вас друзья на канале вы просили сделать больше экспериментов с моими супер конденсаторами фирмы maxwell на 3000 фарад и сегодня я как раз буду экспериментировать я хочу измерить емкость этих супер конденсаторов в разных диапазонах напряжений я хочу зарядить эту батарею из 6 супер конденсаторов до 15 вольт и постепенно разряжать с 15 вольт до 14 и 7 измерив какая емкость находится в этом диапазоне потом до 14 и 4 затем до 14 и 2 до 14 13 с половиной 13 12 с половиной до 12 11 с половиной затем до 11 вольт и до нижней границы 10 и 8 вольт ниже проводить замеры супер конденсаторами не вижу смысла так как ниже 10 и 8 вольт разряжать свинцовые аккумуляторы не рекомендуется поэтому проводить эксперименты в том диапазоне нет смысла а для того чтобы провести эксперимент нужно разобрать этот аккумулятор нагородил я здесь четыре года назад соплей это все сейчас я распаяю отсоединю и вытащу отсюда эту батарею из 6 супер конденсаторов максвелл заодно как раз я доберусь до этих летититонатных элементов тошиба так как мне нужно вспомнить насколько глубоко здесь можно засверливаться в борны по моему на 4 миллиметра но нужно уточнить так как я еще заказывал дополнительно себе такие элементы тошиба но там просто приварены никелевые пластины сами понимаете что через никелевые пластины больших токов не пропустить поэтому лучше засверливаться что я и буду делать поэтому мне нужно вспомнить насколько здесь можно засверливаться в комментариях к прошлому видео где я спрашивал какие тесты провести с этим гибридным аккумулятором я общался с одним из подписчиков и он спросил мне какова стоимость будет если заказать это напрямую из китая я задумался ведь действительно супер конденсаторы я никогда не смотрел на внутреннем рынке китая посмотрев на них цену я был очень приятно удивлен насколько дешево они там стоят единственное что непонятно в каком они состоянии сколько они отработали и сколько будут служить даже есть готовые сборки из таких супер конденсаторов по очень и очень вкусной цене поэтому на днях я сделаю заказ этой сборки они идут с вольтметра можно смотреть напряжение и вольтметр идет через выключатель чтобы супер конденсаторы не разряжались как придет эта дешевая сборка я обязательно сделаю ее тест поэтому если вы не подписаны на канал и тема вам интересно обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео батарея супер конденсаторов заряжена до 15 вольт это можно наблюдать на зарядке сейчас еще измерю мультиметром не врет ли зарядка 1505 вольт да все верно первый диапазон от 15 до 14 и 7 вольт разряжать буду одним ампером чтобы более точно измерить разряд завершился за того что алгоритмы работы зарядки не такие совершенные прям точно она не сможет подгадать 14 7 вольт в диапазоне от 15 до 14 и 7 вольт супер конденсаторы отдали 41 миллиампер час теперь разряжаю с 14 и 7 до 14 и 4 вольт в диапазоне от 14 и 7 до 14 и 4 вольт супер конденсаторы отдали 37 миллиампер час примерно то же самое пока что наблюдается линейная зависимость теперь с 14 и 4 до 14 и 2 вольт в диапазоне от 14 и 4 вольт до 14 и 2 вольт батарея супер конденсаторов отдала 25 миллиампер час этот диапазон ниже поэтому и емкость отданная тоже ниже теперь буду разряжать с 14 и 2 до 14 вольт в диапазоне от 14 и 2 до 14 вольт сборка отдала 24 миллиампер часа что в принципе соответствует и прошлому диапазону в 0 2 вольта зарядка даже выдала ошибочку ничего страшного теперь разряжаю с 14 до 13 с половиной вольт теперь диапазон будет в пол вольт и так в диапазоне от 14 до 13 с половиной вольт находится 60 миллиампер час емкость теперь с 13 с половиной до 13 вольт в диапазоне от 13 с половиной до 13 вольт 58 миллиампер час довольно линейная характеристика наблюдается это очень хорошо с 13 до 12 с половиной вольт до линейная зависимость 13 до 12 с половиной вольт 60 миллиампер час теперь с 12 с половиной до 12 вольт 12 с половиной до 12 вольт тех же 60 миллиампер час все линейно с 12 до 11 с половиной вольт если свинцовый аккумулятор имеет напряжение холостого хода 12 вольт то у него уже большие проблемы с высокоотдачи но ионисторы продолжают отдавать большие токи в этом диапазоне без проблем в диапазоне с 12 до 11 с половиной вольт наблюдается та же самая линейность 61 миллиампер час теперь с 11 до 10 и 8 вольт это нижний порог в диапазоне от 11 до 10 и 8 24 миллиампер час что я могу сказать характеристика у них как и должно быть линейная если вам нравится подобного рода видео то обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь этим видео в соц сетях также пишите в комментариях какие еще тесты бы вам были интересны супер конденсаторами еще я планирую сделать тест на саморазряд для этого я разберу батарею и вот тут уже нужно подумать как лучше снять хочу поставить гоупро чтобы она снимала положу часы разложу элементы сделаю замер и по часам можно будет видеть как время бежит дни идут просто есть такая проблема что если подключить зарядное устройство к самим супер конденсатором либо какой-то вольтметр то естественно через эту цепь будет какой-то ток маленький течь и будет происходить саморазряд поэтому их придется оставлять не подключенными какому-либо из вольтметров совсем забыл сделать подсчет общей емкости в диапазоне от 10 и 8 до 14 4 вольт находится 470 миллиампер час а в диапазоне с 10,8 до 15 вольт 511 миллиампер час но я помню что когда только я их получил и делал с ними тесты много лет назад то у меня получалось 10 и 8 вольт до 14 и 4 около 600 миллиампер час интересно это конденсаторы так деградировали или это потому что я измерял ступеньками поэтому накапливается погрешность сейчас я заряжу батарею супер конденсаторов до 14 и 4 вольт и сделаю разряд за один раз до 10,8 вольт и как раз проверю такая же ли емкость будет спустя столько лет или нет заряжать буду в режиме литий-железо-фосфата 36 вольта на 4 элемента это как раз дадут 14 и 4 вольта ток 1 ампер путь заряжается так сборка зарядилась очень интересно 436 миллиампер час залилось в нее 10 и 8 вольт 1 ампер все пусть разряжается и помню что измерял тогда много лет назад емкость была 0 6 ампер часа надо еще раз пересмотреть это видео точно посмотреть в каком диапазоне по моему в этом же диапазоне я измерял 14 4 10 и 8 вольт действительно я ошибся в том видео я делал замер от 15,4 вольт до 10,8 вольт об этом видео я сделал от 15 вольт и мне стало интересно прогнать при тех же условиях от 15 и 4 вольт до 10 и 8 вольт сейчас я заряжу до 15 и 4 вольт и разрежу до 10 и 8 вольт очень интересно спустя столько лет осталась ли у них прежняя емкость или нет аккумулятор заряжен до 15 с половиной вольт практически балансиры сейчас работают напряжение падает за счет этого поставлю ток разряда 12 ампер до 10 и 8 вольт все погнали получается в том тесте в этом же диапазоне от 15 4 до 10 и 8 это же сборка суперконденсаторов отдавала 630 миллиампер час сейчас отдала 643 это можно отнести к погрешности прибора потому что зарядка может раньше отключиться может позже отключиться поэтому спустя столько лет отдавая моя емкость осталась прежней это просто вообще замечательно были бы такие же надежные долговечные аккумуляторы но надеюсь когда-нибудь к этому придет либо будут какие-то другие источники тока а возможно лет через пять нам вообще не придется никуда перемещаться если вы заметили facebook instagram ватсап то при запуске их видно логотип не фейсбука а логотип мета это может говорить о том что возможно скоро будет какая-нибудь мета вселенная типа как в фильме первому игроку приготовиться и мы будем перемещаться там электротранспорт нам в принципе не понадобится кстати кому интересна эта тема про мета вселенную про виртуальные перемещения можно обсудить это все в комментариях также пишите какие еще тесты этой батареи суперконденсаторов вам интересны спасибо что досмотрели ролик до конца надеюсь он был вам интересен делитесь им обязательно в соцсетях нужно чтобы как можно больше людей знали о современных эффективных источниках тока и использовали их еще покупали как можно дешевле на этом у меня все увидимся в следующих видео на канале друзья всем пока